Всем привет! Меня зовут Соня и вы смотрите мой новый выпуск программы. В этом видео я хочу максимально рассказать и показать вам, как во Вьетнаме отмечают самый масштабный праздник в году всей страной. Речь пойдет о встрече нового 2019 года. Новый год во Вьетнаме называется Тет Нгуен Дан. Если дословно, то это переводится как праздник первого утра, а сокращенно просто Тет. Новый год наступает здесь по лунному календарю, поэтому его дата меняется каждый год. Но это всегда конец января или начало февраля. По восточному календарю новый 2019 год вступил в свои законные права 5 февраля. Хочу заметить, что любой город в этой стране, пусть даже самый маленький, преображается на глазах. Повсюду стоят лавочки с новогодней атрибутикой, горшками с растениями, изделиями хендмейд, красивыми локациями для фотосессий и обилием цветов. А по вечерам загорается иллюминация. Вокруг все горит, сверкает миллионы лампочек, украшают улочки и радуют глаза прохожих. Тет во Вьетнаме означает начало весны. Проведя здесь несколько месяцев, захватив местную зиму, хочу сказать, что наступление нового сезона года действительно очень ощущается. Дожди закончились, море стало намного чище и спокойнее, температура воздуха выросла и начали распускаться новые цветочки. Зимой они, конечно, тоже тут есть, но не в таком количестве, как сейчас. Символ нового года в солнечном Вьетнаме – мандариновое дерево. Оно должно быть в каждом доме. Как правило, его украшают гирляндами, прям как у нас, елку. Ярко-оранжевые плоды на ветках символизируют достаток и процветание. Также дома украшают цветущими ветками абрикоса и желтыми цветами. Я бы даже сказала, что это основное украшение домов, отелей и магазинов. Нет ни одной витрины, чтобы на ней не было наклеенных цветочков. Торговые центры и вовсе создают роскошные фотозоны, где любят делать фоточки не только местные жители, но и туристы, которым посчастливилось побывать во Вьетнаме именно в это время. Хотя парочка минусов для гостей Вьетнама в ТЭТ все же есть. Во-первых, после наступления нового года первые несколько дней 90% магазинов не работают. Поэтому, если вы планируете когда-нибудь совместить свой отдых во Вьетнаме с ТЭТом, совершайте все важные покупки до праздника. А во-вторых, буквально на все повышаются цены. Таковы правила ТЭТа. Еще один минус, о котором не так часто говорят. Во Вьетнаме во время ТЭТа увеличивается количество краж. Поэтому, друзья, нужно быть предельно аккуратными, не ходить по улицам вот так, как это делаю я с телефоном и селфи-палкой. Вместо сумочки лучше носить рюкзак. Ну и все ценные вещи, телефон, деньги лучше держать в карманах. Мой вам совет. Новый год во Вьетнаме праздник семейный. Все, кто живут за пределами города или страны, стараются приехать в родительский дом и собраться большой дружной семьей. Одна моя знакомая вьетнамка сказала, что за период ТЭТа к ним в дом приезжает около ста родственников. Представляете, какие огромные кланы. Новогодние встречи сопровождаются вручением подарков и застольями. Дарить друг другу принята корзина с продуктами. Вариации могут быть самые различные. Лимонад, печенье, соевый соус, чипсы, растительное масло, лапша. В общем, все, что съестся и выпьется в первые же дни. А вот детям и сотрудникам в компаниях здесь принято дарить красные конверты с деньгами. Так называемые лаки-мани. Деньги на удачу. Сумма может быть любой. Во Вьетнаме с большим почтением относятся к своему роду. Подношение из цветов, фруктов, сладостей и напитков на алтарь предков, который есть абсолютно в каждом доме, обязательная часть праздника. А в первый день наступившего Нового года принято посещать своих ушедших предков и друзей. Кстати, к первому дню вьетнамцы относятся очень серьезно. Они придают большое значение тому, кто первым придет в их дом. Для них важно, чтобы гость был успешный. Якобы это тоже принесет удачу в Новом году. А если этот человек иностранец, да еще и тележурналист, такому гостю будут рады в каждом доме. Наверное, вы уже догадались, к чему я клоню. В общем, да, друзья, в этом году мне посчастливилось побывать в роли почетного гостя. Приятненько, конечно. Что, что говорить. Встретили меня радушно, усадили за стол и начали угощать традиционными новогодними блюдами. Красота! Я прям уже готова устроиться на ставку почетного гостя во Вьетнаме. Если у нас в России обязательный атрибут праздничного стола – это салат оливье, то во Вьетнаме это бантьет – рисовый пирог с начинкой из бобов и свинины, завернутый в банановые листья и перевязанный гибкими бамбуковыми прутиками. Еще одно обязательное блюдо – это квадратный пирог бантьчинг. Он готовится тоже из риса со свинины, зеленого горошка и маринованного лука, завернутых в листья бамбука. Судя по составу, эти два блюда на вкус должны быть одинаковыми, но бантьчинг – квадратный пирог – мне понравился намного больше. Также из угощений на праздничном столе были домашняя колбаса двух видов, одна красная сладкая, другая привычная нам, маринованный чеснок, острые соленья, жареные немчики – это рулет из рисовой бумаги с овощами внутри, стебли бамбука, жареная курица, вяленое мясо и фрукты. Мне понравилось все, кроме красной колбасы и маринованного чеснока. Уж очень эти вкусовые ощущения разнятся с привычными для русского человека. На мой взгляд, празднования Нового года в России и во Вьетнаме очень схожи. Украсить дом, встретиться с семьей, подарить подарки, хорошо поесть, вечером сходить на главную площадь, посмотреть концерт, полюбоваться праздничным салютом в 12 часов – все как у нас. Только вместо елки – мандариновое дерево, вместо оливье – банчинг, вместо катаний на горках – пикники на пляже, а вместо Деда Мороза со снегурочкой – танцующий дракон. Деда Мороза Мы загадываем желания, строим себе новые планы. Мы одинаково любим свою семью, хотим, чтобы наши родные и близкие жили как можно дольше, а дети рождались здоровыми и счастливыми. Люди всех национальностей хотят одного – быть счастливыми и жить в мире. С Новым Годом, друзья! Или «Джук Мэн На Мой» – именно так звучит это поздравление на вьетнамском языке. Желаю вам только радостных событий в Новом Году, приятных встреч и побольше ярких путешествий. А у меня на этом все. Спасибо, что провели время со мной. Увидимся совсем скоро. Мое путешествие продолжается. Пока-пока! Синчао! Меня зовут Соня, и вы смотрите мой новый выпуск программы. Да что ж, разъездились байки, да! Куда, куда вы все едете? Аберже, сиезра. ПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАП